Приветствую вас! Как мне кажется, у вашей проблемы есть два варианта развития. Первый вариант решения проблем с глюкзиатом в том, что вы говорите, что у меня всегда была склонность при увеличивании ситуации, сильно радоваться или очень сильно грустить. То есть у вас есть либо у вас есть склонность к идеализации и, по сути дела, демонизации ситуации, каких-то обстоятельств, самые прочие. И, вы знаете, это связано с вашими же потребностями определенного роля. То есть это связано именно с тем, как вы воспринимаете, вот, это знание происходит. В каком ключе, в каком контексте, в каком разрезе вы это все видите. И вот именно по этой причине у вас и происходит, собственно говоря, такая вот реакция достаточно негативная, может быть, на это. И, чтобы вам ситуацию исправить, необходимо понять, во-первых, что заставляет вас демонизировать ситуацию. Что заставляет вас ситуацию преувеличивать и, наоборот, преуменьшать ее отношения. То есть, вот, подобные вещи, они очень важны, если мы с вами говорим именно о том, как вам ситуацию эту разрешить. Понимаете? Вот. Это одна линия, одна модель поведения, и вы можете, в принципе, эту модель поведения использовать, если хотите. Но для этого необходимо разбираться с вами, почему, чем это связано и так далее. То есть, понятно, что идет от вас из детства, понятно, что вы именно так привыкли реагировать на ситуацию, и понятно, что у вас отсутствует контроль. То есть, вот, некий такой базис, интеллектуальный, сознательный, который позволяет вам как-то вот сбалансировать то, что с вами происходит. Вот. Ну, это, знаете, это такой регулятор. Регулятор и, собственно, понимание. Вот, да, если я преувеличиваю ситуацию и сильно радуюсь, то чему я радуюсь, почему я это делаю? И если я сильно грущу и преувеличиваю негативно, воспринимаю что-то, то тоже вопрос, что именно? Почему я так это все воспринимаю? Почему я так это все вижу? Почему я именно так реагирую? Вот, действительно ли это так радостно для меня и действительно ли это так грустно для меня? Вот это вот осознанность, степень осознанности, ее нужно повышать. Это первое. Второе. Вы говорите, что, значит, теперь из учебы я мало нахожу и мало с кем общаюсь. Алиса, если я правильно понял, вас так зовут? Медлайз, Алиса. Ага, Алиса, вот вы говорите, что, в общем-то, вам все понравилось спеть, у вас есть актерская ссылка, да, театральная ссылка, какая-то вот. Как вы выбрали свою профессию, на кого вы учитесь и чем продиктовано то, чем вы занимаетесь сейчас? То есть, по идее, если вы любите вот это вот петь, там, актерское наступство и прочее, то вам надо идти, соответственно, в профильный университет. Но вы почему-то этого не делаете. И вопрос заключается в том, почему. Не связаны ли ваши эмоции, не связаны ли вот с тем, что вы, как вы это говорите, скучны с другими людьми, именно потому, что вы чувствуете неудовлетворенность своей жизнью и тем, что вы делаете. И не потому ли вы ругаетесь с людьми, не потому ли, что есть понимание, что это не вас, что вы достойны больше, вы хотите заниматься чем-то другим. И вот, если, понимаете, если такое есть у вас, то возникает вопрос, а почему, почему вы сейчас не там? Почему вы выбрали вот то, чем вы занимаетесь? Если вы выбрали сами, то почему вы не получаете удовольствие от того, что вы выбрали сами? Если вы выбрали за вас, то почему вы позволили выбрать за вас? И, в общем-то, ради чего вы этим занимаетесь? Ну вот вы можете, в принципе, может быть театрами идти уже времени, нет, но вы можете закончить учебу и поступить в другой университет, который вам нравится по вашим направлениям, по вашим интересам и так далее. То есть здесь вот наблюдается определенный конфликт, определенные противоречия, ну или как минимум неточность вашего текста. Вот это нужно выяснить, это важный момент. И важный момент еще другой. Как бы если вам не приносит эмоционального удовлетворения то, чем вы занимаетесь, то зачем вы это делаете тогда? Для чего вы это тогда делаете? Вот с какой целью вы это делаете? Это вот тоже такой важный момент. Понимаете? То есть какова ваша мотивация? Потому что лучшая мотивация есть, но она не является вашей родной. по-другому. По-другому не по-другому. А что ваше? Какова ваша мотивация? Да? И так далее. То есть это ощущение, что вы страдаете невротическим таким поведением, я бы даже не сказал, что расстройством, а именно вот у вас поведение невротиков. То есть человек, который выталкивает свои вот поприятности, выталкивает свои желания и вообще является не тем, кто он есть. И вот это вот в принципе является самым печальным здесь. И если говорить о том, что вам делать, то помимо того, что можно предложить какие-то такие элементарные вещи вроде, ходить в караоке на выходных, петь или найти себе единомышленников и устраивать с ними спектакли, а не перед зеркалом, как вы это говорите. Помимо вот таких банальных вещей, я бы хотел, чтобы вы все-таки подумали для себя, а вот чем же я вообще хочу заниматься и что я вообще делаю здесь, если я не чувствую, если у меня мало реальных эмоций, а я хочу больше реальных эмоций, то там ли я вообще работаю, там ли я вообще нахожусь. И это с одной стороны. И с другой стороны, реальные эмоции это не спектакль, то есть как бы игра и пение это эмоции нереальные. И вы знаете, если вы не ошиблись, если я вас правильно понял, конечно, то вы именно находитесь в поиске реальных эмоций, то есть более эмоциональной жизни. А более эмоциональная жизнь, она не в спектаклях, она не в пении, она не в игре, она в реальной жизни и во взаимодействии с людьми. Понимаете, вот это вот реальные эмоции. Но реальные эмоции, что может испытывать человек, который сам себя не зажимает, который позволяет себе быть тем, кто он есть. А у меня отвращилось впечатление, что вы не являетесь той, кто вы есть, и из-за этого у вас проблема. Поэтому я полагаю, что первонаперво нужно определить, какие у вас блоки для того, чтобы быть той, как вы есть. И тогда, когда эти блоки будут сняты, может быть это непринятие себя, может быть это просто-напросто неумение принимать себя и ощущение, что у меня много недостатков и так далее, и так далее. То есть тут вот нужна работа, довольно серьезная работа с вами. Я бы сказал, да, не только серьезная, сколько длительная. Вот. И разбор ваших детско-родительских отношений, если вы не можете себя принимать, то это всегда детско-родительские отношения, к сожалению, да. Вот. Ну и интересно, что вы гласите, что вам не хватает реальных эмоций, и вам правда хочется с кем-то поругаться, вывести отношения, при этом красивые и театральные. То есть вам не хочется, например, сделать кого-то счастливым, да, вам не хочется кого-то порадовать, вам не хочется делать кому-то хорошее, вам именно хочется что-то негативное. Здесь я полагаю, что опять же есть проблемы с чувством собственной значимости, понимаете, то есть вы не чувствуете себя значимым, и когда у вас нет реальных эмоций, вы не чувствуете, что вы имеете какое-то значение для себя или для других, и вам хочется ругаться. Но вот другой вопрос, почему именно ругаться, ведь можно значимость приобретать не только негативным поведением, но и, в общем-то, позитивным тоже, и чем обусловить этот выбор, не очень понятно. Вполне возможно, что эта модель поведения, опять же, скопированная от ваших родителей. То есть, значит, ваши родители вели себя так, и вы ведете себя так. И если родители действительно вели себя так, то эмоции, которые вы пытаетесь испытать через, ну, скажем, через игру, через актерское мастерство и прочее, это вот вполне может быть бег, бегом от вот той реальности, которая вас только лишь угнетала. Вот, об этом тоже вам я бы рекомендовал подумать. Ну, а так, а так, только более подробный разбор, потому что то, что эмоции копятся, они не находят выхода, и то, что вы ссоритесь с людьми, портите с ними отношения, это очень плохо, это, еще раз повторюсь, свидетельство невроза, то, что вы обижаетесь, это следствие непринятия себя, своих особенностей, то есть, вы считаете какие-то вещи своими недоторгами, но в действительности это особенности, просто особенности, которые делают вас уникальны и индивидуальны. Ну, представьте себе, если бы все люди были хорошими только и так далее. Вот, а на этом, я думаю, можно докончить мой ответ, надеюсь, что он был вам полезен, если понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим, если вопросы какие-то у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь, желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok